Скопление незнакомых людей может испугать этих ребят. Дети с диагнозом аутизм, как правило, очень замкнуты и не любят, когда нарушают привычный порядок их жизни. Однако здесь все ведут себя удивительно спокойно. Концерт организовали люди, которые состоят в центрах помощи аутичным детям. Кстати, такие объединения создают, как правило, сами родители особых малышей. Пока в Кемерове и во всем Кузбассе педагогов этого направления можно пересчитать по пальцам. Екатерина, например, прошла путь, похожий для большинства мам аутичных детей. В Юрге, откуда она приехала, специалистов, знающих об этом недуге, вообще нет. Так что пришлось самой искать информацию в интернете, в сети же и познакомилась с участниками объединения интеграции из Кемерово. Теперь вместе с ними делает все, чтобы сын Антоша адаптировался к обычной жизни. За короткий срок, буквально месяц мы сюда ходим, то есть много изменений, он стал намного дисциплинированнее, намного стал лучше общаться, скажем так. То есть у него проблемы с общением, сложность. То есть он сейчас говорить начинает, а куда применить слова, не знает. То есть много слов и не по теме. То есть постепенно преподаватели в нужное русло это все ставят. Очень важно вовремя диагностировать аутизм. Считается, чем раньше начать заниматься с таким ребенком, тем проще его адаптировать. При легких формах недуга и адекватном лечении малыш может пойти в обычную школу и почти не будет отличаться от остальных детей. Чтобы как можно больше людей знали об этом и организовали сегодняшний концерт. Ведь, как показывает практика, от аутизма не застрахован никто. Это, наверное, нужно для того, чтобы у родителей не было никакой паники, чтобы они верили в то, что у их детей возможно какое-то будущее. То есть у этого праздника, несмотря на название «Гордость», есть что-то жизнеутверждающее, надежда. Концерт не зря назван «День гордости». Среди аутистов встречаются люди с синдромом Саванта, когда человек очень развит в одной или нескольких областях, но абсолютно не приспособлен к быту повседневной жизни. Здесь, на концерте, родители детей Савантов организовали выставку. Оказывается, в Кемерве есть малыши, которые прекрасно рисуют, несмотря на недуг. И это не предел. Некоторые известные всему миру ученые, оказывается, тоже аутисты. Наталья Токмагашева, Виталий Федоров. Новости моего города.